Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим новость о том, что уже в течение ближайших 72 часов владельцы счетов Виста могут получить доступ в личные кабинеты. Как вы, наверное, знаете, в конце июля были опубликованы следующие новости. Если быть точным, это было 27 июля. И, в частности, среди этих новостей были две особенно интересные для владельцев счетов Виста. Пункт номер два. Примерно в течение двух недель предполагается, что увидим наш зеленый кабинет, где будет отражен баланс, история транзакций и так далее. Не сложно подсчитать, что если мы от 27 июля отсчитываем две недели, плюс-минус, ну, примерно это где-то середина августа. Сегодня у нас 8 августа. То есть, по сути, прошло чуть больше, чем одна неделя августа. И, наконец, пункт третий. Вывод средств зеленого счета будет реализован с момента открытия кабинета в течение одного-двух месяцев. И в своем предыдущем видео я предположил, что если в течение ближайших двух недель мы увидим исполнение пункта номер два, как здесь сказано, увидим наш зеленый кабинет, где будет отражен баланс, история транзакций и так далее, то это, в принципе, хороший признак, потому что исполнение пункта два будет говорить о том, что планируется переход к пункту три, то есть к выводу средств. В нашем чате новости Life is Good. Кстати, кто не добавлен в чат, добавляйтесь. Ссылка указана внизу. Мы провели опрос на следующую тему. Увидят ли владельцы счетов Виста балансы своих счетов к 15 августа 2022 года? Конечно, дата 15 августа, она нигде официально не фигурирует, но, как мы с вами читали в тексте, там сказано про две недели, а две недели мы отсчитываем от даты 27 июля, то есть от той даты, когда публиковались эти новости. Ну, плюс-минус несколько дней берем середину августа, 15 число. И вот интересно, как распределились голоса. 147 голосов, то есть 147 участников чата высказали свое мнение. И получилось так, что 21% проголосовал однозначно да, 28% однозначно нет, то есть тех, кто считает, что нет, это больше, чем однозначно да. 16% проголосовали скорее да, чем нет, и 19% скорее нет, чем да. И 16% голосов затрудняюсь ответить. Ну, то есть в целом, если просуммировать, получается, что большая часть людей все-таки более склонна, так сказать, ответить нет, да. Проголосовали либо за ответ однозначно нет, либо скорее нет, чем да. Таких ответов больше. И сегодня по чатам была разослана ссылка на сайт, адрес которого germes-recovery.info. Дизайн сайта напоминает тот дизайн, который был у компании Germes до момента исчезновения сайта. Здесь мы видим логотип Гермеса, здесь графу номер счета, то есть куда нужно вводить номер счета, и, соответственно, пароль. Но нет кнопки войти и так далее. А внизу идет объявление от 8 августа 2022 года. Уважаемые клиенты, недавно мы получили украденную базу данных. Производится работа по анализу данных и созданию нового программного обеспечения. Необходимо с нуля создавать сайт, личные кабинеты, систему управления, учета, администрирования, систему интеграции с блокчейн. То есть, получается, вот вывод, который уже сейчас существует на новом сайте United2Live, там, где блокчейн уже подключен, ну, похоже, что собираются подключить и на новом сайте Гермеса. То есть, весь функционал написано дальше. Специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления работоспособности всей системы. В ближайшие 72 часа будет предоставлен доступ в личные кабинеты, чтобы каждый клиент мог убедиться в сохранности своих балансов. О сроках реализации и дальнейших шагах мы будем информировать вас на данном сайте в разделе «Новости». С уважением, администрация. Ну, что могу сказать? Для владельцев счетов Виста эта новость, безусловно, положительная, особенно если то, что написано в этом тексте, действительно будет выполнено в ближайшие 72 часа. То есть, если люди смогут со своими данными зайти в кабинет, увидеть и убедиться в сохранности своих балансов, то, конечно, это будет говорить о том, что база данных была восстановлена. Каким образом Роман Василенко ее сумел заполучить, купить, достать. Это уже, как говорится, его вопросы, его проблемы. И если это будет сделано, это, безусловно, хороший знак, потому что, возвращаемся к перечисленным пунктам, в новостях от 27 июля говорилось, что увидим наш зеленый кабинет, где будет отражен баланс, история транзакций и так далее. И похоже, что это может произойти в течение ближайших 72 часов. А если этот пункт будет выполнен, то компания сможет перейти к пункту номер 3. Вывод средств зеленого счета будет реализован с момента открытия кабинета в течение 1-2 месяцев. А каким образом будет осуществляться вывод? А вот в тексте мы читаем. Необходимо с нуля создавать сайт, личные кабинеты, систему управления, учета, администрирования, систему интеграции с блокчейн, то есть весь функционал. Скорее всего, они планируют наладить ввод и вывод средств примерно таким же образом, как он уже осуществлен на новом сайте United2Leaf. Есть такой сервис битквайри, с помощью которого можно проанализировать статистику транзакций по адресу кошелька. Вот здесь в поиске мы вводим второй кошелек, который используется на сайте United2Leaf для вывода средств, потому что именно с этого кошелька участникам приходят средства. Данные за период, я вот здесь указал, именно данные с 1 мая по сегодняшний день, 8 августа. И давайте посмотрим. Вот здесь указано количество выводов. И вот обратите внимание, что суммарно на данный кошелек было переведено 4 миллиона 960 тысяч USDT, так как именно в этой валюте происходят транзакции. А в графе отправлено 4 миллиона 660 тысяч USDT. То есть это говорит о том, что на новом сайте, по сути, с нового сайта на кошельки было выплачено 4 миллиона 660 тысяч USDT. Все транзакции из данного кошелька можно отслеживать в режиме реального времени. То есть, например, 26 минут назад кто-то получил выплату 197 USDT, 32 минуты назад 453 USDT, 98, 31, 300, 1046 и так далее. И все эти транзакции зафиксированы в системе блокчейн. Слышал я и такую теорию, что, дескать, вот эти выплаты, которые происходят со второго кошелька на другие кошельки, это все подставные выплаты, которые делает Роман Василенко и его подручные. То есть, нанял Роман Василенко людей, менеджеров, которые нарегистрировали тысячи подставных кошельков и на них как раз делаются выплаты, чтобы показать, вот, ребята, все нормально работают, денежки выводятся. Но, фактически, это все, как говорится, пыль в глаза. То есть, чтобы создать видимость. Ну, в принципе, определенная логика в таких рассуждениях есть. Но, давайте подумаем над таким моментом. То есть, утверждается, получается, что, если это все уходит на какие-то подставные кошельки, фактически, эти деньги остаются под контролем Романа Василенко. Также, получается, как бы он выводит эти деньги по сути для себя на свои подставные кошельки. Но, если это так, значит, деньги со всех этих подставных кошельков должны дальше снова возвращаться куда-то к Роману Василенко на какие-то его кошельки. То есть, образно говоря, была крупная сумма вот на этом кошельке номер два. С этого кошелька номер два средства расходятся по множеству кошельков мелкими суммами, а потом они снова должны где-то собираться. Ну, логика подсказывает. И, в принципе, блокчейн это система настолько прозрачная, что все можно отследить. Поэтому, господа, как говорится, флаг в руки, то есть, те, кто считает, что вот эти все транзакции, которые мы видим, это именно транзакции на подставные кошельки Романа Василенко, пожалуйста, проведите расследование и покажите, что, например, эти все суммы расходятся по множеству кошельков мелкими суммами, а потом, спустя какое-то время, с этих же кошельков суммы снова возвращаются на какой-то один большой кошелек. И если мы такую картину увидим, то, конечно, это будет подтверждать данную теорию. А вот, если мы такого не увидим, а именно, мы увидим, что средства со второго кошелька разошлись по множеству мелких кошельков и там остались, либо не остались, а видим, что они как-то используются на каких-то биржах, обменниках и так далее, то есть, каждый владелец кошелька сам решает, что делать со своими деньгами, то это, наверное, будет говорить о том, что эта теория не совсем верна. Так что, если найдете какие-то интересные транзакции, которые доказывают или опровергают эту теорию, пожалуйста, ссылки на эти транзакции выкладывайте в комментариях к этому видео или в нашем телеграм-чате новости Life is Good. Ну, а по поводу восстановления сайта Гермеса и того, что уже скоро владельцы счетов Виста смогут зайти в свои кабинеты и увидеть цифры на своих балансах, а в дальнейшем и выводить. Что ж, ждать осталось недолго, как говорится, увидим в ближайшие 72 часа. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club Возможности безграничны.